В Британии призвали прекратить красить голубей в честь рождения детей. В Британии есть некий ритуал, когда перья голубя красят в розовый или синий цвет, в зависимости от пола новорожденного, а после отпускать его с неба. Орнитологи объяснили, что ветеринары часто получают таких птиц в качестве пациентов. Голуби очень плохо переносят покраску, она сказывается на их повседневной жизни, так как токсины химического вещества влияют на самочувствие птицы, а яркая расцветка делает их более заметными для природных врагов и ухудшает их способность летать, сообщает портал ScienceXXI. На Сахалине краснокнижная кабарга проинспектировала дачный участок. В село Лесное в Корсаковском городском округе прибежала кабарга, безрогий олень, относящийся к исчезающему виду. Она легко протиснулась через неплотный забор и успела побегать по садовому участку, после чего ее заметили и спугнули. Кабарга умчалась по тому же маршруту, что и проникла на участок видео. Владелец дачи пояснил, что специально спугнул кабаргу, чтобы она побыстрее убежала подальше от жилых домов, у соседей большие, сторожевые собаки. Они могли напасть на любопытную гостью. Этот вид оленя занесен в Красную книгу РФ. Браконьеры уничтожали кабаргу из-за ценного мускуса, обладающего великолепными лечебными свойствами. Сегодня на Сахалине насчитывается не более 600 особей. Источник Иоаств. Звери бурятии получат вакцину от бешенства с кормом. Специалисты бурприроднодзора провели в лесах бурятии двое суток, чтобы разложить вакцину от бешенства для оральной иммунизации диких животных. В республике проводится регулярная профилактическая вакцинация диких плотоядных животных. Чтобы зверь получил вакцину, ее необходимо поместить в специальную приманку и разместить в местах обитания. Приманка для лисиц изготавливается в виде брикетов массой около 30 граммов и имеет специфический запах для привлечения животного. В основе вируса вакцины живой аттенуированный штамм РВ-97 вируса бешенства. Вакцинация лесных животных проводится дважды в год. С этого года вакцину раскладывают по норным участкам лисиц, чтобы как можно больше хищников получили препарат. С 10 по 11 июня в республике разложено 10,6 тысяч доз вакцины от бешенства, сообщил МК в Бурятии, со ссылкой на пресс-службу управления ветеринарией Бурятии. На вес зеленого золота из-за Китая в России взлетит цена на Иван-чай. По прогнозам специалистов, причины две – высокий спрос в Китае на российский продукт, а также выросший на 30% спрос на Иван-чай среди россиян. Все началось после удачной презентации российскими чайными поставщиками своей продукции в Китае. Там Иван-чай оценили и решили наладить его поставки в свою страну. Специалисты отмечают, что в России цена на Иван-чай может вырасти сразу на 30% в рознице и на 20% в оптовой покупке. Таким образом, килограмм чай достигнет отметки 3-5 тысяч рублей, что приближает его к хорошим, хотя и далеко не лучшим, сортам зеленого чая из самого Китая, передает канал МЭШ. В Карелии пассажирский поезд насмерть снес зазевавшегося лося. Отмечается, что пассажирский электропоезд сообщением Маленго Кемь снес на путях зазевавшегося лося, который погиб после удара. Машинист заметил, животное применил экстренное торможение, однако это не помогло, лось погиб на месте. В результате инцидента поезд несколько отстал от расписания ВО. Время вынужденной стоянки. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщает МК в Карелии. Приостановлена операция по спасению кита в Мурманской тереберке. Работа по ликвидации куска сети, опутавшей кита в Баренцевом море, приостановлена из-за погодных условий. Два катера и лодка МЧС, на которой два человека с длинным шестом, пытаются зацепить веревку на теле животного, вернулись на базу. Первый день активной фазы спасработ закончен. Продолжать. Подходы к киту не стали из-за тумана. Видимость ухудшилась и команда посчитала правильным приостановить операцию до улучшения видимости видео. Ранее охотники сообщили о начале спасательной операции с привлечением специалистов с Сахалина и из Совета по морским млекопитающим. До случаев тереберки в подобных ситуациях в России спасателям участвовать не приходилось. Глава СКР поручил проверить два случая нападения собак на людей. Однако вместо чувства глубокого удовлетворения о готовящемся возмездии для нерадивого собаковода, начинаешь испытывать возмущение. А что, главе СКР, нечем заняться в огромной стране, кроме как разбираться в том, почему очередная матерая псина порвала какого-нибудь пуделька? Поводом обращения к набившей оскомину теме стали два случая в Ленобласти. О них рассказала Фонтанка. 10 июня пес без намордника и поводка, порода не названа, укусил подростка, после чего хозяин оттащил агрессора и поспешил скрыться. Второй случай произошел в Приозерском районе. Там 9 июня женщина, выгуливая комнатную мелкой породы собачку и завидев двух ротвейлеров, подняла песика на руки. Тогда ротвейлеры сбили женщину с ног и разорвали бы мелкого пса, если бы рядом не оказался прохожий, который палкой отогнал чудищ. Женщину они успели укусить в трех местах. Ее госпитализировали. После этого глава СКР поручил разобраться в случившемся. Что возмущает во всем этом? Наши законодатели разработали правила выгула для, например, потенциально опасных пород собак, перечень здесь. Таких пород прописано в правилах 13. А само правило требует выводить опасного пса на улицу только в наморднике и на поводке. Вышел без намордника и поводка и причинил тяжкий вред здоровью прохожего, а штрафуют на сумму до 80 тысяч рублей, либо арестуют на срок до 6 месяцев. Сам покусанный может взыскать с владельца собаки траты на лечение и компенсацию морального вреда, если зафиксирует факт укуса, обратиться в полицию с данными о том, чья собака его покусала. Понятно, что лечиться, ходить обивать пороги, собирая справки, и потом долго и тяжко судиться придется жертве. Интересен и такой момент. Пока ничего не произошло, и вы просто видите опасного пса без поводка или без намордника, что надо делать. Закон говорит, надо вызвать полицию, то составит протокол и привлечет нерадивого хозяина. Много вы знаете случаев, когда человек, бросив дела, начинает вызывать полицию, фиксировать на видео собаку, пока та не скрылась с места и дожидаться приезда наряда. Который, может, приедет через час, а может и не приедет. Но даже если все сложилось, нарушители не успели удрать, полиция явилась, протокол есть и направлен в мировой суд. Что грозит собаколюбу? Штраф до 5 тысяч рублей. По факту, одна тысяча. Такой штраф грозит владельцу потенциально опасной собаки. Ссылка на список таких пород приведена выше, которая ничего не сделала, никого не укусила, просто находилась в общественном месте без поводка и намордника. А если вас укусит обычная собака, не из списка потенциально опасных, которой можно гулять без намордника? То же самое, штраф от 5 до 10 тысяч рублей за нападение на человека. Поэтому и возмущает очередное сообщение в СМИ о том, что СКР берет на контроль и проводит проверку. Хочется понимать, а что дают такие проверки. Не проверками надо заниматься, а за каждое появление в общественном месте без намордника и поводка давать. В Рязанской области выбежавший на трассу лось забрал жизнь человека. По данным полиции, в ночное время водитель автомобиля «Лада Гранта» не смог уйти от удара по лосью, который выбежал из леса. В результате столкновения на месте аварии погиб 52-летний мужчина. Также на переднем сиденье находилась женщина, которая выжила. Ее доставили в медицинское учреждение, передает МК в Рязани. Лось прогулялся по туристическому центру в Карелии. Глава карельского города Сергей Крупин обратил внимание на прогуливающегося под окнами лося, лесного гостя, заметили также жители улиц Горького и Антикайнина. Как прокомментировал на своей странице в социальных сетях глава администрации, неудивительно, что в город выходят дикие животные, место славится своей экологической чистотой, привлекая ежегодно туристов со всей России. На вид Сахатому два года, отметили очевидцы. После того, как лесной житель прогулялся по жилому сектору, он удалился в сторону поселка Заозерный, передает МК в Карелии. А в Петропавловске, Камчатском горожане, приметили бурого медведя на улице вблизи жилых домов. В Петропавловске, Камчатском, взяли под опеку утиное семейство. Неравнодушные горожане проследили за безопасностью утки с ее выводком на всем пути следования к пруду. Когда водоем, наконец, показался утка первая, прыгнула в воду, за ней попрыгали пушистые утята. Трое добровольцев, сопровождавшие утиную процессию, не ушли, пока не убедились в благополучном. В завершении утиного похода видео, написал канал Регион 70. Ранее сообщалось о спасении 13 утят, провалившихся в ливневую канализацию. Всех достали и увезли в Елизовский зоопарк. Кировский охотник безуспешно оспорил выписанный ему штраф. Кировчанин прошел суды нескольких инстанций, пытаясь оспорить штраф в размере 500 рублей, выписанный представителями охотнадзора. Нарушение выявили. Во время группового ночного выслеживания кабана на мужчине отсутствовала одежда со светоотражающими элементами, необходимая для безопасности человека. Наложенный штраф кировский охотник сначала оспорил в Уржунском районном, затем в Кировском областном суде, после чего в 6-м Кассационном суде Самары. Во всех случаях была признана законность наказания за нарушение. Отделаться предупреждением мужчине не удалось, придется выплачивать штраф и подбирать подходящую для ночной охоты экипировку, передает МК в Кирове. В Петропавловске, Камчатском по улице ходит медведь. В микрорайоне «Горизонт Север» у дома 1 по улице Курчатова появился взрослый медведь, которого сразу же заметили и сообщили в полицию. Лес от этого района совсем близко. Неудивительно, что зверь случайно забрел к жилым домам. Специалисты экстренных служб призвали горожан к осторожности. В другом районе города, у озера Приливного, несколько дней назад медведь задрал лошадь. Территорию обследовали охотоведы, но ни медведя, ни следов, показывающих, куда он ушел, не обнаружили, сообщил Камчатка-Информ. Хозяин свалки, невозмутимый сахалинский медведь, ищет еду в мусоре. В трех километрах от севера Курильска местный житель заметил Мишку. Косолапый бегал по свалке бытового мусора и сбежал, когда заметил человека. Судя по видеокадрам, медведь молодой и не агрессивный. Снять его удалось довольно близко, Мишка невозмутимо смотрит в объектив, а затем начинает носиться, по мусорке, пытаясь найти что-то съестное. Попытки медведя остаются безуспешны, ему попадается что-то несъедобное. Косолапого заметили примерно в 16 часов 0 минут по местному времени 13 июня. Видео с ним сделал Сергей Лакомов, заметив которого Мишка иритировался, передает МК на Сахалине. Ранее, охотники сообщали, что жизнь Хабаровского села отравляют ядовитые сточные стоки, которые попадают в местную реку. В Хабаровском селе задыхаются от невыносимого зловония канализации. Слив сточных канализационных вод в реку Малая Сита идет без очистки, из-за чего на сельских улицах стоит неприятный запах. Возмущаются люди в своем обращении в Народный фронт. Недовольные ситуации селяне пояснили, что беспредел со стоками продолжается давно. Но, несмотря на жалобы, меры не принимают видео. Когда меняется направление ветра, зловония несет на деревню, люди сидят в домах с закрытыми окнами, не могут выйти на улицу, лишний раз. Зловония уже стала визитной карточкой некроссовки, негодуют местные. Представители Народного фронта просят природоохранную прокуратуру обратить, наконец, внимание на грубое нарушение прав жителей некроссовки, которые прямо заявляют, не останутся жить в таких невыносимых условиях и, при первой же возможности, уедут из села. Источник – Дерзкий Хабаровск.